Теперь давайте создадим нашу домашнюю страницу. Итак, давайте нажмем «Страницы», а затем нажмем «Добавить новую», а затем назовем эту страницу «Домашняя», а затем внизу мы можем изменить некоторые настройки. Так, в макете контента мы хотим изменить это значение по умолчанию на 100% полной ширины, а затем мы также хотим отключить отступы здесь. Затем вы также можете перейти к заголовку, а затем отключить заголовок, нажав здесь. А потом нужно нажать на «Опубликовать», «Снова опубликовать». И теперь мы можем посмотреть, как этот сайт выглядит в настоящее время, щелкнув правой кнопкой мышки на странице просмотра, а затем открыв ее в новой вкладке. Затем мы можем открыть эту вкладку и увидеть, как в настоящее время выглядит страница. Это, по сути, пустая страница. Но когда мы смотрим на URL-адрес здесь вверху, мы можем заметить, что в конце URL-адреса есть косая черта. Поэтому, когда мы удаляем этот раздел URL-адреса и просто нажимаем Enter и фактически переходим к нашему домену, для которого должна отображаться наша домашняя страница, мы видим, что на самом деле появляется другая страница. Итак, что нам нужно сделать, так это сообщить WordPress, что мы хотим, чтобы другая страница, которую мы только что создали, была домашней страницей. Итак, давайте вернемся к панели инструментов, щелкнув этот значок здесь, в левом верхнем углу. И затем вы можете увидеть, здесь в разделе страницы у нас есть новая страница, созданная для домашней страницы. И теперь, что нам нужно сделать, это перейти к настройкам, а затем нажать чтение. И теперь мы хотим перейти к отображению вашей домашней страницы и выбрать статическую страницу. А затем под домашней страницей нужно выбрать страницу, которую мы только что создали, которую мы назвали домашней. Итак, мы собираемся выбрать форму здесь, а затем нажать сохранить изменения. И теперь, когда мы вернемся к нашему домену, то есть к нашему веб-сайту, нажав здесь, Здесь мы увидим, что эта новая страница, которую мы создали, теперь назначена нашей домашней страницей. И вы также можете увидеть это, вернувшись к панели инструментов. А затем вы увидите рядом с домашней страницей надпись «Главная страница». Это означает, что теперь она назначена домашней страницей.